Здравствуйте! Представьтесь пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Наталья. А сколько вам лет? 41. Это неожиданно для Квикушина. Как давно вы занимаетесь каратом? Первый раз я пришла в 20 лет, потом был перерыв и пришла после рождения второй дочери в 40. 40 лет, то есть грубо говоря год тому назад? Да. И за этот период на сколько у вас пересдать происходило? Два раза я сдавала. Я видел вас на турнире ДФО и видел, что у вас была награда. Что вам вручили? Мне вручили за волю в победе. Вы сами довольны этим турниром? И как вам новые правила? Новые правила. Я хочу сказать, если ты сможешь их выполнить, то проще выигрывать. Проще выигрывать. Меньше, мне кажется, усилий понадобится. Просто надо умение. Умение. То есть надо отрабатывать. Как вообще вы относитесь к карате? Что для меня карате? Что для вас вообще карате? Для меня карате, в первую очередь, это... Знаете, я прихожу, с каким бы настроением я не приходила, я всегда ухожу с хорошим настроением. И в спортзале никогда не остается негатива. Ну, как-то так получается. Вот иногда приходишь на работу, да, и с плохим настроением кто-то, это остается. А в спортзале плохого, ну, негатива никогда не остается. То есть для вас карате это счастье? Да. Хорошее настроение? Это всегда хорошее настроение. Спасибо большое. Спасибо. Удачи, успехов. До свидания. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Князев Роман, Камчатский край, представитель команды. Расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшний турнир? Вот возьмем вчерашний и сегодняшний. Ну, вчера проходили отборочные поединки. Сегодня дерутся уже лучше те, кто вышел в полуфинал и в финал. И, конечно, уровень и зрелищность боев гораздо выше. И класс бойцов, соответственно, такой же. Поэтому и бои, пусть более динамичные, более техничные бойцы, и для зрителей это более интересно. Ну, и судьи должны быть, конечно, более ответственными. Потому что решается судьба. Первое, второе место. И здесь нужно быть очень внимательным и правильно определять. Вопрос по судейству. Каким должен быть судья? Справедливым. Что вы подразумеваете под этим? Я думаю, что судья не должен различать городов, клубов, своих или не своих. Он должен судить чисто, забывая о том, откуда боец, какое его имя, кто его тренер. И оценивать реально то, что есть на данный момент на татаме. На сегодняшний момент его уровень, его подготовка. Интересные судейские семинары, где проходили, как давно и что запомнилось особо? Ну, наверное, в ноябре 2017 года и апреле 2018 года в Японии проводил Шхан Канчо Мацуи. Ну и семинары традиционно в Москве на основных турнирах, на Кубке России, на Чемпионате России, на Первенстве России, которые проводит председатель судейской коллегии ФКР Шхан Баранов. Как вообще вам новые правила? Что-то изменилось в поединках? Однозначно, новые правила, они, конечно, добавили зрелищности. Они немножко разорвали дистанцию между бойцами, что дало возможность активно работать ногами. На мой взгляд, это были правильные решения, но должно пройти время, чтобы ребята к этому привыкли и начали это правильно применять, чтобы это дало не только в какой-то момент зрелищности, а и эффективность в техниках. Я знаю, что вы готовитесь сдавать в следующем году на третий ДАН на СНСЕ. Вы готовитесь активно? Ну, я все время в режиме тренировочном, но, конечно, примерно за полгода буду активно готовиться. Ну, а там как время покажет. Пока это только планы, все может измениться, но главное идти вперед. И вопрос на засыпло. Что для вас карате? Карате это жизнь. Это жизнь. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы в дальнейшем стали СНСЕМ. И мы с вами уже общались как с интересным таким, с мастером, с человеком, большой буквы СНСЕМ. Огромное спасибо. ОС. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Александр Наварро. Я называю Канай Азилан. Это Азилан в Испании. Александр Наварро. Он из Канарских островов. Это там, где он родился. Испания. Я засорена Ксения. Я родом из Хабаровска. То есть вы, получается, здесь у себя дома? Да. Мы здесь дома, на родной земле. На моей. Как давно вы занимаетесь карате? Я занимаюсь с тринадцати лет. Уже пятнадцать лет. Как много лет вы практикуете карате? Этот год будет 22 лет. Я начал заниматься с двадцати лет. И в этом году будет 22 года, как он практикует тэквондо. Да. Для этого я делал, когда я был маленьким, карате и апкидо. Получается, когда он был юниором с четырнадцати до пятнадцати лет, он практиковал один год тэквондо и апкидо. По новым правилам начали судить турниры. Вот прошел у нас с вами Хабаровский турнир, Сибирь прошла по новым правилам. Как вы к ним относитесь? Что-то изменилось в карате? Это к лучшему приведет? Или все-таки это не то, что бы хотелось видеть? Как вы думаете, это будет хорошо для нашего будущего или как вы думаете сейчас? Я не думаю о будущем. В моей личной жизни, я не люблю так много. Но это то, что мы имеем. И вы должны бороться с этим. О будущем он не думает, как это будет, хорошо или плохо. Да. Но ему не особо нравятся эти правила. Но это то, что мы имеем. Да. И мы должны подстраиваться под это и работать, продолжать драться. А ваше мнение? Вы тоже боец у нас, известный боец, чемпионка. Как вы к этому относитесь? Ну, первое, конечно, это уже три года, да, эти новые правила. Пока они вводились, было очень confused, да. На соревнованиях было непонятно и судейство, и само выступление, что нужно было делать. Но, как бы, больше это у мужчин, да, динамика прослеживается, да. У женщин все-таки, женщины сложнее адаптируются, вот, да. Более подсечки, да, это для нас очень сложно. Это больше к мужчинам относится. Но, в принципе, для меня, ну, отрицательно не влияет смена правила. Что для вас и для вас карате? Можно одним словом, одной фразой, вот, что-то такое общее, что первое приходит в голову? Ну, для меня, что пришло сразу в голову, да, карате – это моя жизнь. What for you, you call me one word. What for you, you call me one word. What for you, you call me one word. Karate means karate. I still know what is karate. Да, карате для него – это карате, да, то есть он продолжает познавать карате. It's more than one word. It's more than one word. It's more than one word. It's… try to find yourself. You must find yourself. You must find yourself. It's special. It's special. In a special moment, you must find yourself. Like that. Еще один вопрос. Каким должен быть судья на турнире? Какие качества должны быть присущи ему? Да, судья должен быть нейтральным, да, и, может быть, судья даже допускает, допустим, ошибки, да, это ничего страшного. Но ты должен быть честен по отношению к самому себе. Большое вам спасибо. Дай Бог вам успехов, счастья в личной жизни. И, ну, вы сами понимаете, теперь все русские хотели бы, чтобы вы свое дожжи построили в России. Скорее всего, в Хабаровске, я думаю, это будет самый лучший момент. И мы всегда будем за вас болеть. И за вас мы всегда будем болеть. Спасибо большое. Пожалуйста. Уссс. Уссс. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Щербаков Дмитрий. Председатель ассоциации Георусска Приморского края. Пранчи Фурмок. Четвертый данный город Находка. Очень приятно. Как давно вы занимаетесь каратэ? 30 лет. Это большой срок. Скажите, пожалуйста, у вас в Находке сколько именно инструкторов и залов? У нас получается, если брать город Находка и близлежащий, то есть мы в общем охарактеризовать Находкинский бранч, получается у нас 10 инструкторов и уже порядка 430 человек. Спортзалы во всех районах города. Сейчас работаем над вопросом центрального бранча. В работе, в общем, да, у вас? Все в работе, развиваемся. Прошел турнир у нас ДФО на этих выходных. Как вам новое правило? Ну, вообще, конечно, по... Сказать по новым правилам, конечно же, я считаю, что больше плюсов. Есть, конечно, свои неудобства, но, вы знаете, то есть спортсмен, когда есть над чем работать, то есть однозначно идет развитие, вот, и тогда, когда мы в нашей молодости что-то было запрещено, те же толчки, какие-то прихваты, то сейчас, милое дело, делись, то есть развивайся. То есть я считаю, что в нововведении будет такая более положительная тенденция кюкушин. Сейчас проходит зимняя школа, проходила она под руководством Шахана Сугимура. Он больше практикует старый классический кюкушин. Как вы к нему относитесь? Я к нему отношусь очень положительно, потому что в 2000 году, когда он еще был в составе делегации японской, приезжал сюда в Хабаровск, я ему завал на труда. Он был отцу Ураяма, и он был в делегации, в экзаменационной комиссии. И вот еще тогда, этот классический кюкушин, он был всегда на передовой во всех экзаменационных программах. И так как я сам любитель и ценитель того, что кихон и ката это наш фундамент, это наша основа, то без него это просто никуда. Это наша, так сказать, история, наши корни, это все-таки кихон, это ката, это именно те традиции. И тот классический кихон, который сейчас передает нам Шахан Сугимура, вот он был учеником Ураяма, то есть это очень полезно и нужно. Не всем, конечно, это хочется, современным спортсменам, современным тренерам, но это очень важно, и это нужно передавать, чтить вообще всегда. Без этого никак. Хорошо. У меня такой еще вопрос. Что для вас карате? Можно емко одним словом, если не получается? Вообще, ваше представление, что именно для вас карате? Постараюсь емко, кратко, так как я уже сказал ранее, то есть 30 лет, 30 лет жизни отдана именно этому карате, я считаю, что это уже стало частью жизни, то есть большая часть жизни Явки Угушини, очень много учеников, уже тренеров, которые научены, которые также передают систему обучения, развитие Угушини. Это уже как часть жизни, часть образа жизни. И крайний вопрос, каким должен быть судья на турнире? Какие должны быть основные качества, каким вы видите идеального, скажем так, судью? Судья на турнире в первую очередь должен быть непредвзятым и должен исходить всегда от адекватности и от… то есть приветствовать всегда справедливость, справедливость, честность и искренность в вынесении того или иного решения. Не бояться брать на себя вынесение оценки, вынесение решений, то есть это очень важно. Честность, справедливость и непредвзятость. И знаете, такой вопрос еще появился. В последнее время очень много идет разговоров о секундирующих, об их поведении. Как вы думаете, есть ли смысл их вообще убрать с турнира, чтобы боец готовился именно индивидуально работать и чтобы это не мешало ни судьям, ни организационным моментам и так далее? Ну, без секундантов в первую очередь тяжелее будет самому спортсмену. Ну а убрать их от татами, конечно же, имеет право и референ татами, и оргкомитет, если будет замечено какое-то неадекватное действие, в действиях, так сказать, секундантов. Ну, вообще, как бы секунданты должны вести себя сдержанно, должны уметь и знать, как себя вести. А без секундантов, ну, тяжело. Даже если брать самый профессиональный уровень, это чемпионат в абсолютной весовой категории, там допуск идет, по-моему, на трех до пяти секундантов. Ну, это уже традиция, это заложенная, так сказать, часть поединка. Так что я думаю, что секундант, конечно же, он должен понимать, какая на нем ответственность. Не только в подсказках и в обозначении времени для спортсмена, но и, конечно же, в первую очередь, это спокойствие и адекватность поведения себя в пределах. Спасибо вам большое, это было очень интересно. Желаю вам огромных успехов, чтобы вот этот огонь в глазах, эта энергия, которая от вас идет, заряжает нас, молодых, никогда не угасала, и у вас было в этой жизни все прекрасно. Вы получали удовольствие не только от жизни, но и от того, что творите. А вот это самое важное для нас. Спасибо вам большое. Осс! Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Я Рушкиров Евгений Анатольевич, черный пояс, четвертый дан. Главный тренер Зверовской сборной Дальнего Востока. Сам я из еврейско-автонимого гостя. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, вот у нас прошли турниры, и сибирские федеральные, и дальневосточные федеральные, по новым правилам. Каковыми вы их видите? Как вообще новые правила? Плюсы, возможно, минусы? Ну, однозначно, дополнение в правила Икушина придали именно нашему виду ИКО-1 в динамике. Это, безусловно, стало красиво, стало динамично. По детям до 15 лет эти правила, в принципе, всегда существовали. Просто сейчас стали на них обращать внимание, потому что мы еще в 2010-х годах ездили на первенство Европы, и там уже европейцы даже, наши дети выигрывали именно на подсечке, именно на удары, когда касались третьей точкой. И европейцы нашим детям отдавали в Азаре, а вот здесь, в России, это как бы не считалось преимуществом. Сейчас как бы это все регламентировалось, в принципе, только лишь пошло на пользу. Детям, если больше это нравится, когда можно сделать из Альшин, добивание, от этого восторги, только от этого все выигрывали. Ну, а вот система Чуев более строго стали те же выходы, поклоны более глубокие, тогда пусть требования... Ну, это дисциплина, потому что Тютушин всегда отличался дисциплиной от других видов спорта. Я многими занимался видами спорта, и вольной борьбой, и кейлбоксингом, и на бокс ездил. Нигде такой нет дисциплины, как Тютушин, и то, что добавили систему с Чуями. То есть, я думаю, что, в принципе, это тоже идет на пользу, потому что сейчас карате очень много разновидностей, и многие уходят от Азов, забывают то, что было изначально, что было придумано, сделано и сказано на спорта Саяма, как бы это все размывается, все эти понятия. Я думаю, что вот именно Канчу Шакемацуи, именно это, приводит это опять в соответствие, чтобы Тютушин выделялся от всех остальных видов карате, именно как дисциплиной. И, естественно, должно быть какое-то наказание, если человек не соблюдает дисциплину, поэтому, в принципе, я думаю, что это справедливо все сделано с Чуями. У меня такой вопрос по судейству. Каким должен быть судья? Ну, естественно, что, как бы, я как тренер, я и как боец раньше, и сейчас как судья, естественно, каждый судья должен иметь практику, боевую практику, тренировать детей, чтобы он относился к своим, ну, когда он судит, к детям, как бы, всем одинаково, и понимал, что, значит, ценность решения судьбы ребенка, так сказать, на том или другом соревновании, потому что, независимо, это будет его ребенок или другой, или там другой судья также может какую-то совершить ошибку в отношении его ребенка. Тогда только мы придем к тому, что судьи будут правильно и коалифицированно оценивать ситуацию, чтобы никогда не придурил путь, путь от бойца, путь от тренера и потом путь от судьи. А у меня такой вопрос, что для вас каратэ? Кюкушин для меня и каратэ, это вся моя жизнь, это путь, по которому я иду всю жизнь, через определенные преграды, то есть, даже когда там где-то на душе плохо, тяжело, всегда прихожу в зал, там, поработаю на мешке, как бы, там, потренирую детей, и, как бы, от этого добавляется эмоция, мне становится как-то лучше. Это смысл жизни. Это смысл жизни. Спасибо вам большое. Успехов вам, удачи. Всем хорошего. Пусть. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Расулов Руслан, сенсей, четвертый дан, представитель Камчатского края. Это у нас другой край страны, наша великая и могучая. Расскажите, пожалуйста, какое ваше отношение к новым правилам? Это вот те правила, которые у нас с вами на ДФО уже практиковали, ввели, так сказать. Ну, как отношения? Ну, вообще, положительно смотрю на все это. Потому что это и рост нашей организации, развитие нашей организации, развитие наших людей. Ну, это развитие нашей школы Кягушин карате. Вот. И со временем, естественно, и старый Кягушин, и новый Кягушин, уже большая разница, большая ступень выросла. Вверх. Мы с вами находимся как раз в заимке на сборах «Зимняя школа». И сегодня у нас Шихан Сугимура давал три новых ката. Как вы вообще их восприняли? Потому что, наблюдая со стороны, я увидел, что у вас даже у всех старших поясов глаза загорели, что что-то новое для вас наконец-то появилось. Да, новое. Ну, я знаком со многими мастерами в годзюрю карате. И уже, так сказать, практика у меня имеется. Вот. Классических стилей кат. Вот. Да. Всегда интересно что-то новое постигать. Еще, если кто-то объяснит, для чего тот или иной прием. Вот. Конечно. Ну, положительно. Мне очень понравилось. Такой вопрос. На прошедшем, буквально на этих выходных турнире ДФО, как раз у нас уже новая техника была. Вот. Кроме динамики, что-то вот еще было такое интересное, чтобы вы могли объяснить? Что вы увидели что-то вот новое? Ну, нововведением нашим, именно как для бойцов, где-то года три уже, четыре. Вот. И вот на протяжении даже вот этого времени уже видно, что ребята растут. И мы должны готовиться. И готовимся мы к чемпионатам мира, да. Вот. И у нас основные противники это японцы. Наша школа растет. Ну, ваша школа хорошо соперничает. Мы не стоим на месте, да. То есть, все-таки динамика присущая, они ее уже изучили эту новую технику, и они ее применяют легко. И такой вопрос у меня еще. Что лично для вас каратэ? Емко, вот можно в одном слое. Лично для меня, Киугушин каратэ, каратэ, это образ жизни. Это воздух, которым я дышу. Спасибо большое. Больших вам успехов. Всего хорошего. Ос. 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 Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, кратко. Да. Белов Виктор Борисович. Очень приятно. У меня такой вопрос. Сегодня прошел у нас первый день. Как и вы, ваши впечатления? Ну, замечательный турнир. Очень много интересных бойцов. И самое интересное, что много молодых бойцов появляется, которые прекрасно дерутся, хорошо двигаются. Многие из них уже начали овладевать совершенственными правилами. Используют изаншины.